Добрый день, уважаемые коллеги! Я еще ниже опущу на землю всех. Я клиницист и к иммунологии имею весьма далекое отношение. Но у меня был когда-то слайд, где я показывал, что на самом деле слово иммунитет, наверное, применяется в обыденной жизни гораздо чаще, чем многие другие в медицине. И любая домохозяйка прекрасно знает, что это такое и для чего он человеку нужен. Но при этом, на самом деле, особенно в онкологии, на мой взгляд, до сих пор мы имеем весьма отдаленное представление об этой проблеме. И тем более, особенно до последних нескольких лет, имели весьма скромные возможности применения и возможности того, что можем предложить нашим пациентам. Конечно, с появлением современных иммуно-онкологических препаратов и обоснования тех известных нам на сегодня хорошо путей регуляции иммунного ответа. Конечно же, произошла некая революция. И интерес к применению этих препаратов и результаты, которые мы видим, они нас очень вдохновляют. И, например, на схеме эпилюмабом 10% полных ответов метастатического рака почки – это, конечно, недостижимые цели, о которых мы мечтали долгие годы. Поэтому в этой области есть большие надежды. И нас заинтересовало, насколько мы можем улучшить или что-то добавить в этот протокол лечения. И, в общем-то, сформировали некую гипотезу. Конечно, это не полное, естественно, авторство этой гипотезы. Но, тем не менее, мы решили все-таки оценить ее с позиции тех возможных методов лабораторной оценки. Насколько действительно подобная интерстициальная абляция, то есть, по сути, формирование очага некроза в здоровых тканях является иммуностимулирующим фактором, как он меняет иммунный ответ. Первый этап был посвящен оценке иммунного системного ответа. И затем мы попытались, и на сегодня, наверное, просто на первых этих 45-бальных, которые будут показаны ниже, отработать как-то методику, потому что оценки экспрессии и PD-1, а также оценки степени инфильтрации лимфоцитами. Поэтому понятно, что это еще все в разряде гипотезы. Это первые, по сути, результаты, и целью их, конечно, на наш взгляд, является попытка приблизить тем самым препаратам, которые мы сегодня активно используем в качестве триггера иммунного ответа, возможно, запуска иммунного ответа или некого адюанта, который, может быть, усилит у этих пациентов реакцию. Но несколько слов о вариантах абляции, чтобы все-таки иммунологам было понятно. Идея проста – достигнуть некроза. Это может быть как высокотемпературный некроз, когуляционный некроз за счет повышения температуры, за счет трансформации различных физических факторов в тканях. Это и радиочастотная абляция, это и лазерная энергия, которая приводит к повышению температуры, которая вызывает уже денатурацию белка, и последующее, естественно, формирование вот этой зоны некроза. И второй вариант – это за счет воздействия холода, за счет криоабляции, естественно, замораживание тканей также вызывает денатурацию белка и формирование похожего очага некроза, что для иммунологии лучше сказать трудно. Есть разные работы, где более выражена денатурация белка, и принципиально, на мой взгляд, на сегодня пока еще не показано, а действительно ли в этом очаге остаются какие-либо реальные опухолевые антигены, которые вызывают специфический иммунный ответ и подобных. По сути, наверное, работ мы пока не видели. Мы проводили… Вся эта работа проводилась, на самом деле, в рамках клинических рекомендаций, то есть выхода за клинические рекомендации здесь нет, и какого-то нарушения этических взаимоотношений с пациентом тоже нет, поэтому в основном это касалось оценки непосредственно лабораторного материала. Та характеристика больных – это был исключительно в большей части светлоклеточный, почечноклеточный рак, и самое важное, наверное, для всей этой ситуации, таким ограничивающим фактором являлась стадия заболевания. Мы видим, что это больные с категорией Т1, то есть у них достаточно ранний опухолевый процесс, небольших размеров образования, естественно, без признаков какого-либо метастазирования, как регионарного, так и системного, и поэтому, конечно, эта работа предусматривает некоторую другую категорию больных уже с метастатическим поражением, и понятно, что там иммунная реакция, иммунный ответ, он, конечно, наверное, все-таки иной, но тем не менее, так как мы должны были работать в таком, как я уже сказал, этическом правовом поле, то, конечно, это первые шаги, и первые шаги для того, чтобы доказать, что действительно какую-то реакцию на абляцию, на криоабляцию мы имеем. Но здесь более уже такие клинические непосредственно самой абляции факторы, я, наверное, их пропущу, очень важно, что это сохраняет функцию почки, при этом действительно обладает достаточно приличными онкологическими результатами, конечно, оно уступает хирургическому несколько лечению, но, тем не менее, особенно для определенной категории больных, вот для локализованных процессов, конечно, это имеет определенное значение, ну и вот так, кривая в пятилетней безрецидивной выживаемости, мы видим, что она более 90%, то есть это, в общем-то, хороший результат, сравнимый, еще раз говорю, с хирургическим вмешательством. Сразу говорю, что вначале мы брали для анализа и пациентов с хирургическим лечением, с органсохраняющим хирургическим лечением в объеме резекции почки, и в этой группе мы не выявили никакого иммунного ответа, поэтому группа ограничилась 10 пациентами, и дальше мы эту группу исключили из дальнейшей работы, показав, что действительно удаление самого опухолевого очага, само оперативное вмешательство к концу первого месяца, после операционного периода, не демонстрирует значительного изменения основных показателей. Ну, проводили мы это все на российской установке для криоабляции на основе жидкого азота, это несколько дешевле, чем зарубежные аналоги, ну, не несколько, а значительно дешевле, чем зарубежные аналоги, что является, ну, тоже немаловажным. А здесь, наверное, тот важный снимок, то, ради чего мы делаем, то есть все-таки больших размеров образования с метастатическим поражением, и сформирование вот такого очага некроза непосредственно в ткани опухоли, и есть как бы основа гипотезы, что это и вызывает иммунный ответ, в том числе специфический иммунный ответ, что может оказывать и системное влияние, в том числе и на метастатические поражения. На самом деле есть на сегодняшний день не так много, но все-таки присутствуют экспериментальные работы, в результате в зарубежной литературе, которые показывают, что действительно такой ответ есть, и реакция происходит на абляцию, на вот такой интерстациональный некроз не только в самой опухоли, но и в отдаленных метастазах. Иммунный ответ есть, есть интелльтрация лейкоцитов, но вот в группе пациентов, больных раком почки, таких работ на сегодняшний день мы пока реальных не видели. Поэтому нам это было интересно. Проводится это все под компьютерно-томографическим контролем на сегодняшний день, перкутанно, то есть малоинвазивный доступ. Сама методика очень привлекательна именно малоинвазивностью. Практически она может проводиться под местным обезболиванием, и особенно пожилым пациентам с выраженной сопутствующей патологией. Это является очень хорошим методом выбора, потому что, по сути, на утро они уходят уже... Я вам не мешаю? Спасибо. Они могут уже уходить домой, что, конечно, для этих пациентов принципиально важно. То есть это самой методики как таковой. Ну и вот, конечно, эту картинку здесь показывать, наверное, бессмысленно. Гипотезу саму я, в принципе, нашу объяснил. И рассказывать о иммунном ответе, наверное, это нецелесообразно. И на первом этапе мы оценивали иммунограммы этих пациентов в различные сроки. По сути, мы брали контрольные точки через неделю и через месяц от проведенной абляции. Оценили различные популяции лейкоцитов. И нам удалось провести как при радиочастотной абляции, то есть при термическом воздействии, так и при холодовом воздействии, при криоабляции. И мы видим, что, в принципе, кривые очень похожи. Единственное, что, наверное, здесь надо отметить, что достаточно действительно такой резкий рост с первых суток уже и к месяцу лимфоцитов. И самое главное, что есть определенный рост именно к этим суткам именно в основном лимфоцитов-хелперов. При этом активированные цитотоксические лимфоциты, нижний график, они растут очень медленно. И вот это нарастание, наверное, может свидетельствовать о том, что вот этого эффекторного звена иммунного ответа, то есть непосредственно, ну, по сути, воздействия или уничтожения опухолевых клеток не происходит. При том, что сам иммунный ответ нарастает. И это также можно видеть и на графике иммунно-религиоторного индекса. При этом, если посмотреть на различные методы воздействия, все-таки, наверное, есть некоторые разницы в самом иммунном ответе, но это еще требует, конечно, определения и дальнейшей оценки. Кроме того, что мы продемонстрировали наличие системного иммунного ответа как такового, нас зародилась идея, что действительно, так как все-таки по всей видимости блокируется эффекторный ответ и не происходит запуска самой, то есть окончания вот этой монологической цепочки, то, наверное, она где-то блокируется и, возможно, в этом в том числе принимают участие и цепочки, основанные на ПД-1 рецепторах. И так как у нас появилась такая техническая возможность, мы решили оценивать экспрессию ПД-1 и туморно-инфицировающие лейкоциты непосредственно в местных тканях. Мы проводили биопсию данной зоны самой опухоли до абляции и проводили биопсию опухоли через месяц после абляции. Понятно, что, к сожалению, сама процедура инвазивная, поэтому, если работать в рамках стандартов, то как раз биопсия через месяц, она, в общем-то, является стандартной, возможной стандартной процедурой для оценки рецидива или резидуальных опухолевых масс непосредственно в зоне абляции. Это говорит о том, что гипотеза, она не просто как бы высказана нами, но она поддерживается и в литературе. Это говорит о том, что сегодняшние иммунологические препараты работают хорошо там, где уже есть какой-то иммунный ответ на наличие опухоли. То есть, когда мы уже видим наличие инфильтрирующих т-лимфоцитов, когда мы видим экспрессию ПДЛ, тогда, так называют горячие опухоли, тогда они лучше реагируют на проведение терапии современными иммуноонкологическими препаратами. Ну и вот эту картину мы и хотели показать в своей работе. Конечно, это чрезвычайно на сегодня сложно, потому что и сама оценка экспрессии ПДЛ-1, а тем более оценка не просто в опухоли, на нативной опухоли, а по сути в ткани, которая осталась после абляции опухоли. В основном она была представлена соединительной тканью, действительно с инфильтрирующими лейкоцитами. И если посмотреть, то в месячный срок вот это вот и число пациентов с выраженным ответом, то есть с инфильтрацией, с проникновением лимфоцитов вот эту зону абляции значительно выросло. И процент вот оценки инфильтрации, он также возрос. И в принципе в параллели произошло появление более активной экспрессии и выявления ПДЛ-1 рецепторов как раз у тех пациентов, у кого была инфильтрация. У нас был, к сожалению, тест-набор, который определял экспрессию именно на иммунных клетках. Но с другой стороны, вот эта технологическая проблема, она, что нет опухолевых клеток, не позволяет использовать, наверное, и другие наборы. Поэтому вот эта вот пока установка действительно самих критериев оценки, ну, наверное, была основной задачей этих 45 пациентов, но и при этом, наверное, она все равно до сих пор не решена. И тем не менее, пока вот такие предварительные совершенно результаты, наверное, можно говорить о том, что действительно на интерстициальный некроз опухолевой ткани происходит как системный иммунный ответ, так мы и видим и местную иммунную реакцию. Мы видим увеличение инфильтрации лейкоцитами данной области и нарастание экспрессии ПД-1, который можно расценивать как тормозную реакцию для блокирования такого системного местного иммунного ответа. на данное воздействие. Но мы планируем, учитывая, что определенные результаты у нас получены, уже сейчас формируется протокол клинического исследования, который будет одобрен этическим комитетом. Уже в согласии после этого мы все-таки попробуем взять группу больных с метастатическим процессом для оценки действительно подобного влияния у пациентов с наличием метастазов. Спасибо за внимание. Все, что я хотел, вроде как успел изложить в отведенное время. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...